надо представлять вот так, что то же самое, что произошло на небе, когда третья ангела подпала и превратилась в бесов то же самое происходит на земле, между людьми то есть ты ходишь, ты можешь ходить, среди народа, жить, общаться а ты как бес, то есть перед Богом, одинаково кто послушал дьявола, тот подобен дьяволу и поэтому, да и Гиена Огнина, мы считаем, что она приготовлена была не для людей, а для дьявола и ангелов а человек, кто попадает, потому что он подобен ему становится потому что он сам выбрал это а не то, что, как некоторые говорят, судьба такая, все, для Анна он родился и все подобное человек может быть подобен бесу он только отличается будет только тем, что он в оплате и все и в оправдание свое ничто сказать не сможет, потому что будет находиться тот человек, да, на страшном суде, который все это прошел и выбрал хорошего в этом смысле значит, что святые будут судить мир когда говорится, что святые будут судить мир, это речь, что они осудят его и своим действием то есть их жизнь будет представлена примером для других и никто не сможет сказать, что мы что-то не смогли, потому что никто не сможет не ставит святых, которые все это смогли то есть это значит, что они будут судить мир в этом смысле естественно, они не будут судить, вот так сядут и судить там дела это будет только один Господь делать но мы каждый день выбираем, как нам жить в сторону беса или в сторону Бога если ежедневно об этом помнить, то ты всегда будешь думать в бодрство да, в бодрство будешь и будешь стараться делать хотя бы надать, хотелось бы что-то другое, но останавливать себя и все равно идти к Богу это Васирахова сказано, помни, в конце дней своих его век не согрешишь а это да, тяжело помнить, что они в жизни там люди ну и поэтому не сказано, что Царство Божие нудится и употребляющие несилия восхищают его очень трудно нудить Царство Божие ежедневной молитвой, ранним сняванием и иногда даже кажется мне, что я жалею людей что им приходится вот свое Царство Небесное вот так отвоем вот усилен и своими видишь, еще сильно очень расслабленный город и все остальное даже вот нахождение здесь показывает состояние то, что оно нездоровое вообще абсолютно в городах особенно расслабленность очень сильная в городе незаметно, а когда вот вообще навливаешься как мы сейчас живем, чувствуются вот эти вот какие-то страсти начинают давать о себе знать у кого там обиды, у кого там еще что-то гордость, объедение, ленность и так далее Лука 13 глава 34-35 дальше Иисус говорит Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побывающих, посланных к тебе сколько раз хотел я собрать чад твоих как птица птенцов своих под крылья и вы не захотели все оставляется вас, вам дом ваш пуст сказываю же вам, что вы не увидите меня пока не придет время, когда скажете благословен гряды и воимы Господни он также, толкование вызывает прелюбодейную синагогу как бы какой возлюбленный, презираемый своей возлюбленной ибо я столь возненавидел ваше лукавство что и храм не называемый им домом, но домом вашим ибо доколе между вами жила добродетель тогда храм был мой а когда вы и его осквернили сделали его местом торговли пещерой разбойников занимаясь в нем многообразной торговлей и убивая друг друга из любостяжания ибо это дело разбоя подсиживать брата и отнимать его собственность так делают разбойники они нападают на путника и потом отнимают, что у него есть итак, когда вы сделали храм, пещеры разбойников через разные торговые сделки которые вы производили в нем в доме молитвы то он уже не мой дом но ваш под домом может разуметь не только храм но и весь род иудейский и в описании иногда их род называют домом например, дом ливиен благословите Господа Псалом 134.20 поскольку и здесь можно разуметь так дом, то есть род ваш оставляется много подобный, как и в любом месте говорит через пророка оставил я дом мой оставил наследие мое здесь домом называется израилетяне указывают на второе происшествие ибо тогда и против воли исповедуют его спасителем и Господом только не будет им никакой пользы когда он говорит, что не увидите меня отныне то не тотчас обозначает но время после Христа он как бы так сказал с того времени, как вы распнете меня, вы уже не увидите меня пока не приду во второй раз видите, он говорит прикровенно чтобы точно никто ничего понятен но точное время не мог никто знать но направление могли знать примерно мысль само по годам видно, что до Христа прошло определенно а сейчас уже тоже подходит к этому времени ну понятно, что не больше будет, так ведь? потому что если сказано когда Христос пришел уже последнее время путешествие Христа это уже последнее время и вот оно идет 2000 лет уже мы вчера смотрели фильм-то Еремия-то все так же ее остается ну да, все один в один как было, так и есть такие же люди с такими же сердцами как сказать неискренними к Богу называют себя верующими такие же слепые по отношению к тому, что происходит у них внутри среди их народа как это там другие там Сергея, который сейчас в тюрьме да, как он там монахта да, что это он говорил там, что вроде они какую-то канавку где там никто не пройдет раз прошли все разорили повыгоняли все ну, оказался уже пророком уже пророком есть еще в этом в Сиросиме-Саровске тоже какая-то канавка там надо 150 пройти 150 раз прочитать везде уделы Богородицы везде вообще в России там Греция там на Афоне везде она где-то что-то не являлась и главное нет ни одного местописания ничего, чтобы указывалось что если явится какой-то ангел или Богородица и что-то скажет то это что-то значит для Церкви все главное вы кричите сами абсолютно нигде этого ничего не сказано а если мы посмотрим у нас все много-много чего основано просто на видениях а вот я у Иоанна Грибанова ролик видел не знаю, видели на канале на ютубе последний он там нашел Григория двое слова они с каким-то епископом посылали какому-то епископу послание письмо чтобы тот настолько возревновал что взял иконы все поубрасывал из храма вообще все поубирал запретил он говорит ну ладно ты это объясняет тем что нельзя им поклоняться он говорит ну поклоняться и мы вроде как согласны не надо поклоняться но это святые изображения простец зашел в храм он говорит не научен а так на изображение посмотрел он же понимает о чем речь идет как бы вот так как картина да как картина что не надо этого делать поклоняться да не надо вот такое поучение нашел а был же какой-то царь который повесил эти иконы чтобы люди не могли доставать а он этот не царь это на москве лев лев и саварянин лев и саварянин перед седьмой вселенским перед саварянин а вот почему почему Игнатий Кночев говорит что когда сектантом беседуешь о священных изображениях ты можешь побили доказать а о поклонении им тут уста закрыт и все уже ничего не докажешь да ты только можешь об обращении дальше святых переходить к обращению святым да все есть два вопроса можно разделить господь действительно дал священное изображение которое в храме то есть он есть священное есть нечестивое изображение вот это он запретил вообще использовать священное разрешил и дальше уже идет в обращении к святым то есть все а это как напоминание получается но так как они освящены в храме то есть молитвы все церковное оно священное становится то есть уже к нему с ним нельзя обращаться не сжигать их не хулить Единственное, можно как-то это объяснить, что вот с стихом Писания из евреев вы просто приступили к Галисеону, да, вот в этом плане, то есть молитвой приступили Да, молитвой, и это одинаково, что ты молишься перед иконой, и что не перед иконой, тому же человеку Да, но у вас не молишься, то есть того же молитвы, это разницы никакой нет Ну да, тебя ничего не отвлекает, ты на икону смотришь, и там оно, бесстрастные лики, они бесстрастные, которые, ну и сами лики вызывают благовение Ну это как всегда, вот это церковное искусство, и пение, и всё, которое освещает чувства Это всё, да, располагает, ну это так располагает, что человек может в принципе сильно умилиться ничего вообще не зная, не веру и по Писанию, по Евангению То есть вот как, допустим, эти послы от Руси, да, от Владимира, они пришли в храм Святой Софии Наверное, там самых лучших созвали, там деканов, кто там послужил архиерею, ну самый лучший в Византии, представляете Там кадила, не так просто, а там такие были сделаны, как отверстия в полу И кадильный дым оттуда ещё восходил, всё это наполнялось этим хором И действительно, эти звуки богочестивые все Что там происходит, золотые одежды, как они священники ходят, как ангелы И они не поняли, где они, то ли на небе, то ли на земле То есть это было воздействие чисто через чувства на них И они через чувства уверовали И они очень захотели так же И все, почти потом все храмы, которые из основных, которые в стране, они все пытались пародировать в Византии И вообще Россия, она не пытается пародировать во всём В Византии Может быть на это упираются у нас наши священные начали Вот эти храмы, все Христа, Спасители, там же очень всё величество Может, скажем, если те его веровали, от этого, может быть, и другие люди веруют Нет, это о том, что говорил Господь в Евангелии, когда ученики говорят, смотри, какие камни И какие здания Такие здания, да То есть они в образец поставили А это всё, как бы-то, и Он ответил, что? Мы вчера фильм же смотрели Лемея Отец-то идёт, и сына-то наставляет Лемея Вот здесь, говорит, Бог живёт, никто его не разрушит, где-то Ну, не учёл, что вы, если грешить не будете Да, и вот Господь как раз и ответил, ну, этим смыслом Когда ученики сказали, что какие здания, какие Он говорит, истинно, говорю, Он не останется здесь камня на камне Всё будет разрушит, то есть не это главное, а главное то, что народ уклонится в грех Самое главное показать, что отец-то учит правильно его, а соглашается с тем же и с левой стороны, как говорится И Иеремия вчера, первое, первое, учение правильное? Да, вот мы же слышим учителей-то наших тоже здесь, таких известных Они тоже говорят правильно всё, а соглашаются с тем, что вопреки того, что они учат Иеремия хорошо вчера сказал, первое проповедь Вы говорили, что храм Господний, храм Господний Они сами там, ну, перечисляют всякие грехи, какие вы делали, а не делали И по лицам видно, что они всё это, ну, в смысле, в том числе Если ты доступ умеешь к святыне реальный, то это тебя не спасает А только ты получаешь большее осуждение при условиях, если ты грешишь Если ты поднимаешь руки перед престолом, как вот это я знаю, вот Георгий Максимов рассказывает Вот то, что священник переживает, что происходит в алтаре, момент, видимо, священного И другие, да, это, говорит, никогда нельзя ничем передать И как бы, и те священники, которых там, не знаю, извергают, и которые не расстраиваются об этом Они там всё много, а мне много что теряют Но он забыл добавить, что это всё ничего не даёт для вечной жизни Это как дар просто Божий, который их подкрепляет То есть, что ты получал там при алтаре И если ты остался и не учишь народ, нечестивый, ты говоришь, что сугубое осуждение То есть, на головах только епископа стоять То есть, епископ только ниже ещё Это ничего не даёт вечной жизни вообще Никакие дары, никакие чудотворения ничего не дают, так как они не по трудам твоим, а как Божий дар Кому много дано, с того много спросится А это действительно так А мы что можем наблюдать? Вообще полное напряжение Дано много, а кому-то вообще не определишь, что это вообще верующий человек или нет Ну, я имею в виду просто сейчас Вообще, это... Да, вчера фильм, конечно, или нет, сейчас Табаровский начался Действительно, вообще полностью копируют нашу ситуацию Ну, сняли же протестанты, да? А вот по поводу... Марина Якимовна говорила, что да, это вот наше состояние Мы должны сидеть с собой каждый день А вот эти апокалипсиси, послания семи церквам Это также семь состояний душ человеческих Которые он преливает То есть человек может быть в одном состоянии утром, а вечером в другом состоянии Уже быть противником Божьим Будучи он Ну, он Андрей Устинов говорил, как-то мы с ним ехали Он нас отвозил в город Он говорит, я смотрю, такие ревностные падают братья, сестры Удивляюсь, страх просто наводит Он-то себя не считает таким ревностным Ну, там благовестники Андрей Устинов Он говорит, что-то благовествует там все И раз, и такое падение, крушение Даже страшно где-то становится Ну, о спасении, когда думаешь, спасусь ли я Вопросом задаешься Соблазн какой, да? Когда братья крепкие береги падают Да, соблазн Да, да, да Он собой увлекает Это очень страшно В том-то есть вопрос, что чем выше человек, тем при падении его он увлекает за собой Как дьявол еще больше людей Потому что на нем держатся много чего Поражу пастыря, рассеют зловцы Это касается пастыря, но это касается и тех Все-таки, кто крепко стоит Ну, толпы какие-то определенные Поэтому В стихе в Писании написано, что Да не постромниться во мне Никто уповающий на тебя Да Да Все уповающие на тебя Господь Где-то, по-моему, 68-й псалом же, да? Да, кажется Ваш телефон же есть под рукой С поисковиком Большая ответственность Мы вчера тоже там в лесу-то работали и вопрос задался с братьями Где там это сказано, что ты, говорит, найден, легче пустоты там это Вот У нас тоже раз по телефону под рукой сразу нашли Данил 5 на 27 Ты кем? Ты взвешенный, найден просто Что-то пустынь, что-то такое там То есть в глазах людей можно быть совершенно не пустоты? Ну Вес имеешь Ты там царь еще кто-то, начальствующий А может быть наоборот, да? В глазах людей незначительные Перед глазах Божьих Вон показат Какой стих? 68-й псалом А, 68-й псалом Да не постыдятся во мне, надеющиеся на Тебя, Господи Божьей силы Да не посравняться во мне, ищущие Тебя, Божий Израиль Этот стих должен поддерживать мною И вообще Ему наизусть надо знать и на память держать И, кстати, на мноюху тоже почаще стиху 7-й, 8-й А кто? Псалты 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 68-й, 7-й, 8-й Лука, 14 глава, 1-й по 6-й стих Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских Вкусить хлеба И они наблюдали за ним И вот предстал перед него человек, страждущий водяное болезнь По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев Позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали И, прикоснувшись, исцелил его и отпустили Фарисеев сказал им И если у кого из вас осел или вол упадет в колодец Не то числе вытащат его и в субботу И не могли отвечать ему на это В другом месте написано И посмотрел на них с гневом Скорбя об ожесточении сердца Это у Марка по-моему Рукование Господь, хотя сдал Возвращение фарисеев Однако же входил в дом их Входил, потому что заботился о пользе их душ Ибо они, если желали Могли бы получить себе пользу То от слов его и учения То от проявления знамений И, главное, у них все инструменты были Стать апостолами Вот еще То есть они враги Вот сейчас в данном случае По теме Христова Но стоит им обратиться Они могут стать самыми лучшими апостолами Почему? У них все знания есть, заповеди Они все имеют И, главное, ради обета отца Господь-то обещал Только этого и ждет Чтобы не было Никто из язычников таким быть не мог Как иудей Обратившись к христианинам Яркий пример апостол Павел показал Да Он гонитер Одну-то какой, да, считай Гнал церковь А златоуз говорит Выше Павла вообще никого нет Это значит, что вот И православные И сейчас У них всегда есть этот шанс Стать лучшими проповедниками Лучшими служителями Божьими У них есть инструменты Для этого все Так и есть Мы на личных примерах Это убеждаемся Если человек в храм ходил Ничего не знал А потом обращается У него просто Ревность такая Горение у человека И то, что он приобрел До этого у него не пропадает Да Скажите Да, да, да Это лучше кадры Божьи Ну что-то Воля остановила Познали бы Че остановила их Узнали бы Только не торопитесь А то болтаться будет На пол поставь На пол поставь На пол поставь На субботу Если не работа Зло Скажите Можно Хочется вопрос Суббота У евреев суббота А у нас воскресенье То есть это ничто Суббота или воскресенье Суббота она как Прообразовывала воскресенье То есть для нас это воскресенье Или все-таки суббота Для нас это воскресенье Для нас этого Ну, скорее Воскресенье Это продолжение Субботы Скорее Он указывал на субботу Хотя, еuésмотря на субботу Хотя, не отменяется Суббота не отменялась произ Standина Но Вот это все привилегии субботы По поводу покоя Они все перешли Воскресенье Она ух animales Хотя некоторые соблюдают и субботу, и воскресенье, два дня. Да, и, кстати, первые христиане так и делали. И по Великим постам, пост уже в субботу, воскресенье отменяется. В субботу и воскресенье. В церковь это не говорят. В церковь это не говорят, да. А дело Богуслужения все в шестом. Да, вам это предусмотрено, что для субботния воскресенье это праздничное. Я вот первый раз здесь узнала. Вот это как воскресенье, вот оно как солнце запевает луну. А луна остается. И, кстати, об этом еще Златовук сказал в свое время, да, что суббота это уже не пост. Он говорит, что он подсчитал ниже, да, до сих пор. Кстати, у католиков это исполняется. Что я хочу сказать? Суббота и воскресенье. Вот, кстати, не совсем исполняется. Да, Игнатий Тихонович, он говорит, что великим постом десятину выходит. Да, великим пост получается ровно 36 с половиной дней. Отличается суббота и воскресенье от всех. И получается ровно 36 с половиной. Там прям, да, даже с половиной. Как 365 дней в годах, ровно десятину получается. Нет, мы не пожелаем. Правильно, понимаете, по празднику, который выпадает, суббота и воскресенье, начинает встречать. Это отчаяние, когда вы говорите о том, что это суббота, я читаю, а все равно, а то меньше. А у нас отвечают по поводу суббота, да? Вам нужно читать. Ну да, выходя. Я долго разбирался, это самый сложный вопрос по поводу субботы. Один из сложнейших в плане объяснить. Всегда не просто. Всегда, нет, да. И тут Писание нас сильное, знаете, прям глубоко смысл понимать. По поводу субботы это реально сложный вопрос. Сложный, но он простой, если разобраться. Конечно. Да. В подлинном смысле именно христиане празднуют субботу. В подлинном смысле. И пребывают в подлинной субботе каждый день. То есть подлинная суббота – свобода от греха, покоя от грехов. А вообще субботы истины наступят после всеобщего воскресенья. То есть и сейчас даже мы не входим. Да, и добавлю, брат, подтверждение, как Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. То есть подлинный покой в субботу. Это воскресный день. То есть когда Господь воскрес, освобождены были от грехов. То есть вот после воскресенья. Ну, само собой, да, это так получается. В субботу как бы не надо проститься. А вот священники, например, по три дня назначают вот это за четверг, пятница и суббота просить. Это недавнее правило, на самом деле. Оно появилось, может быть, там не правило. Не правило, а практика. Я говорю, что это практика. Да, нет, нет. На среду, четверг, пятница. У нас бабушка Серафим еще говорила понедельник. Она все время понедельник чего-то. Нет, а субботу просто мясо не есть, если причастие в воскресенье. А рыбу ешь. А понедельник это из монастырей просто. Они в понедельник еще простятся, кроме среды и пятницы. Ветхозаветную субботу указывало на воскресенье. Освобождение от работы греху произошло в воскресенье Христа. Суббота, шаббот, в переводе с еврейского означает покой. Покой от грехов наступил день воскресный. А истинный покой во всех смыслах наступит в Царстве Божьем. Евреям 4 глава, 9-й, 50-й стих. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. От своих каких? Грехов. В данном случае, здесь надо иметь в виду, что на человека это речь от грехов. А в том смысле, когда туда, от таких даже просто дел суеты всякой. Которая не будет после всего общего воскресенья. Итак, субботу можно узнать в четырех значениях. То есть суббота. Первое. Окончание акта творения Богом всего видимого мира. Да, наступил? Первая суббота. Бытие 2.2. И совершил Бог в седьмом дню дела свои, которые он делал. И почил в день седневные от всех дел своих, которые он делал. Второе. Суббота, данная Законом Божиим, еврейскому народу, хранение которого заключалось в хранении покоя от работы повседневной. Но так как все, все Ветхозаветное есть только образ будущих благ, которые должно было исполниться, то образ субботы исполнился в Новом Завете с пришествием Христа. Иудеи многие не поняли, на что указывала законная суббота. Именно поэтому они всячески ополчались на Христа, когда Он им показывал, что означает подлинная суббота. Суббота от греха, Он освобождал и от болезни. То есть Он им указывал. Марка 3 глава 2-5 стих. И наблюдали за Ним, не исцелит ли Его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука его здоровая, как другая. Христос показал, что подлинное значение субботы в хранении себя от работы греху и в творении добрых дел. И это уже истинный смысл субботы, раскрытый в Новом Завете. Третья суббота. Третья суббота, да, еще какое значение? Которое раскрыл Христос, освободил нас, вот это есть, работа греху. Если здесь добрые дела, то это еще освобода греху. Иоанна 8,34. Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободы от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод же ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Иоанн 8,35,36. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сын освободит вас, то истинно свободно будете. Когда это стало возможно, освободиться от рабства греха? Когда Христос воскрес, разорвав узы ада. И отныне христиане отмечают воскресный день, как более славный, на который указывал суббота. И вот мы читаем много из пророчеств об этом дне. Захария 3,8-50, стих. И изглажу грех с земли сей в один день. Какой день? Не в субботу, а в воскресный день. И спасет Господь их в тот день, как овец народ своего, подобно камням венце, они высеют на земле его. Захария 9,16. В тот день воскресный. В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты Захария 13,1. Отныне это субботство и есть жизнь во Христе, свобода от рабства в греху, труд в Духе Святом, в любви Божией. Четвертое. И самая последняя суббота во всех смыслах наступит после страшного суда. Тогда наступит покой не только от дел греховных, но и от тления и смерти. И от суеты еще добавляет. Ну тень это и есть суета. На самом деле. Суетой занимаешься, это смерть тления. И все те субботы ведут в той самой последней субботе в Царстве Божьем. 1 Коринфян 2,9. Но как написано, не видел того глаз, не слышал того, не слышал уха и не приходил на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфян 12,12. Теперь мы видим как бы свое тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я поздно. Поэтому все, что касалось субботы еврейской, ну то есть как они относились к субботе, по-настоящему, по правилу, так оно переносится на воскресенье. Добро делать можно, доброе, но не повседневное, допустим, полить цветы, ну я имею в виду, в саду работать, отпахать. Картошку садить. Картошку садить, это в сутки, воскресенье делать нельзя. Загревание перейти можно с заягонами. А все, что, да, это вот отдых уже считается, не работа. А если экстренная работа, можно. То есть, допустим, прорвало там, не знаю, трубы, это все можно, это добро. Аварийная ситуация, все это можно. Снегом засыпал дорогу, что ты не пройдешь. Храмы, это можно все это просить и устранять. Ну и что касается храмовой работы, в храме там отдельный, то есть, те, кто там сторожа в храмовой работают, они работают в эти дни. У нас же еще есть, дополняется, то, что мы зимой живем, то есть топить приходится. Топить? Да, да, да. Это все можно. А вот, допустим, позвала там, не знаю, мама или папа, позвали на огород работать, и это нельзя работать. Или священник там позвал, пойдем в субботу, там, в воскресенье, там, в санитарный день убираться. Да, в храме убираться, в воскресенье, это другой день нужно, в субботу нет. Это надо, мы должны соблюдать. А исключение вот только работы, которые экстренного характера, которые без которых невозможно, это охрана, медицина, животноводство, такие. Это тоже, это вообще не говорят об этом. У нас в субботу, ну, вообще, в эту четвертую заповедь, православие вообще не соблюдает. Вообще не понимают православия. Ты как, говорит, работаешь, что ли? Ой, ты сегодня работаешь? Да, я в такси работаю. Я говорю, нет, как сегодня же, воскресенье. Для людей работа на себя священная, в общем, дело. Так уже принято. Вот если себе открыть, то все будет. Это все, выше всего. Выше всего. И очень трудно что-либо тут изменить. Ибо неблагословен в тот день, в который не совершается никакого доброго дела. А они под проклятие подводят его, когда запрещают делать доброе дело. Но они, поняв, к чему клонится вопрос, умолчали. Они поняли, что если ответят, что можно добро делать, все, нельзя его обвинить. То есть, как злость их в тупик поставила. Кто постоянно содержит в мысли, что он перед Богом, и Бог видит его, тот будет грешить сколь можно меньше. кто постоянно содержит в мысли что он перед богом и бог видит его тот будет грушить спой можно меньше вот это есть часто встречается библии ходил перед богом или ходит перед богом то есть вот это и есть имея в разуме бога ты господь видит еще стих писали а что у нас выключите свет нет лучше лучше видно у тебя за свечи что-то нет для съемки то можно иначе конец для съемки включать свет свет не всегда не всегда есть правила а есть которые исключения правил есть исключение включает приз приз даже при открытых что и я просто владимир там же у нас правда они заканчиваются и берут уже что тяжело нести а это есть это календарь кстати можете взять нет и объясни суть вот этого календаря суть для чего это для богослужения те кто на клируйте там и мы-то надо какой-либо послал читать по нему учиться конечно на время этим могли вас есть это настольные книги я как-то у священника взял целую коробку таких а потом мигнат тихонов говорит говорит в храме божьем даже говорит нельзя агарок свечи брать я все агарки все 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 собрал священнику опять включил еще пять тысяч сверху долл и может не означать что нибудь раньше брал а сейчас по благословению то я возьму благословер лишнего не буду библиотеть я еще хотел добавить к этому ну ходить пред богом стих писания сираха помни последняя своя и а помни о конце своей новой веке так же но мысль не приводил сейчас здесь просто бывает разная ситуация а место описания к разным ситуаций подходит то есть вот то что александр доказал то есть суть всех грехов заключается в том что человек отбегается не помнишь и перед богом потому что если бога нет соответственно человек удерживает себя только перед людьми а соответственно если людей нет и греха нет ты делаешь никто же не знает соответственно нет ничего все невежащие только так обсуждают если ничего нет то ничего не делать как будто еще и не было поэтому камеры то что оставили почему это реально уменьшает количество преступлений они знают что их видят их могут найти потому когда даже неверующие там снимать кого-то обличают каких-то да грехах там что-то там в торговле там где-то и те люди злятся на них боятся камеры ну то есть да понятно через скрывается всегда когда его обличают понял свойство душе то есть получается человек не то есть то боится камеры боится камерами как правило он значит не ходит перед богом у него нету навыка выработанного что его постоянно видит что в освете приведет ответу кто-то из-за этого страх перед камерой поэтому игнатих постоянно камеру решила приучать к тому что его постоянно видит духовный здесь удивительно показали старообрядцы да как они были такие набожные и ничего у них огромный сильный страх перед камерой как будто нету страшно как будто бы ничего не описывает и что-то бывает те вещи которые ты не можешь показывать потому что тебя за ну есть враги почему люди боятся камеру вот ефесянам 5 глава 13 стих все же обнаруживаем делается явным от света ибо все делающееся явным светлость то есть от чем были честь дела и значит грехи дыгры специальные что-то скрываешь там мне вот кажется старообрядцы они такое ну да они это боятся камер потому что они же ушли от мира ради сохранения своих традиций и может быть они еще от этого что придут но надо понять что это привычка опять таки причина имеет ну то есть она уже основа сочетается вместе со страхом что ты перед Богом не ходишь да и это ревность не по разуму потому что вы же свет есть тебе что тебе все равно если я Господь к святейникам поставил тебя должны все видеть хочешь что это если у тебя все правильные обряды и все остальное ты почему других скрываешь от других потому что получается как тайное знание ты хранишь авторитет это тоже получается там где хранение тайное знание это всегда тщеславие и набивка авторитета себе и к этому всегда должны добавляться какие-то чудеса иконы там то есть вот сочетание три столбана которые держатся это тайное знание обязательно не должно быть то есть авторитет этим самым и чудеса и все тогда народ вокруг путется обязательно держать вот эту дистанцию между чтобы они ничего не знали а ты владеешь и к этому служит церковнославянский язык сложность вот этих рукослужений чтобы нельзя было проникнуть любой вот просто от того что он поверил в Бога легко и с Богом не мог проникнуть туда а люди как раз вот я сколько замечал вот у нас даже которые духовные падения совершили там братья вот видно что ревностно раньше были только евангелие они держались нормально только начали искать каких-то тайных знаний там что у адама какая-то другая там была жена там начинает то есть придумывать ну где-то насчитали что-то там в писании же написано нету про нее вообще упоминания какого но это было же там где-то сохранилось в источниках ну зачем тебе об этом-то говорить зачем тебе об этой книге будет тебе что еще там она ничего не дает тебе вот совершенно ничего не дает тебя просто уводят от писания и все их сразу тянет на всякие книги всякие там книги еноха там и все-все-все что церковью как апокриф нам призвано какие-то тайные знания чтобы получить Евангелие от Фомы там интересно так вот мы разговаривали где-то месяц назад со свидетелями Игова мы пришли в парк стали читать Библию и они к нам подошли начали слушать и потом вопросы мы с ними полтора часа собеседовали ну и дошло до дела до души но они в душу не верят что как отдельная субстанция после смерти куда-то уходит нет у них этого и они соответственно и вот это место писания бытие где сыны Божии выходили за дочерей человеческих они говорят это ангелы я говорю нет конечно же это люди как могут ангелы выходить как это ангелы говорят они женились и вот рождались какие-то там исполины главное у всех сектантов это все да их это так тянет и главное и она говорит а где написано что это человек что это вот сыны Божии это человеке я ответ на этот вопрос не знал тогда ну как бы где это написано что вот так напрямую написано что это сыны Божии это речь о человеке а золотоуз как раз это все объясняет то есть толкование истины ты это знаешь нет это я знал да я знал как объяснить а они просили где в писании никуда falou специалисты божий его акламelo можно книге тогда брату убери тогда эти накрывает вот и прямо мы считаем как Писание написано но я это еще не вижу и сразу же прям вижу этот стих в то время были на земле исполины особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали ржать им, это сильные и добеславные люди то есть Бог, на кого вознервался и увидел Господь Бог, что великое развращение человеков на земле не ангелов же, развращение если бы, получается, и ангелов было бы, а человеков я ему говорю, такое же написано развращение человека а какое это место в Писании? Бытие, 6 глава, 5 стих они раз, замолчали одночисто, прямое развращение человека если бы были ангелы, написано, да и ангелы ангелы еще тем более бестелесные вот чем дело, тут еще это надо знать бестелесные, и при том, он говорит, что люди будут как царство и Божие, как ангелы и не жениться, не выходить замуж и будет как при бальте к ангелу, а тут получается все наоборот они женятся, совокупляются это даже в голову не может прийти, самое интересное что, вот я вообще, как можно это поверить у меня даже не было, хотя святые от сына, которые кто-то так считали, интересно это от дочерей Каина в сочетании с сыновьями Сифу это то же самое, что есть верующие, а есть неверующие в том, что нельзя верующим на неверующих жениться вот в чем дело и Бог эта ревность, он за это потоп навел на землю то есть, почему грехи прелюбодеяния и грехи, все, что связано с браком они непоправимы практически то есть, у него нет возврата, нет разрешения а люди всячески стараются себя в этом оправдать как, говорит, я верующий, я женился, на верочке, а что и приводит стих Павла, не к месту, говорит а почему ты, говорит, не знаешь, знаешь, муж, спасешь ли жену или ты, жена, спасешь ли мужу то есть, все воротит у Даниила Союза уже написано об этом, когда речь о мусульманах идет там же тоже вопрос о браке встает, он тоже это разбирает вот, есть одно исключение, при котором человек, христианин может жить с сыноверкой сыноверкой или неверующей, да когда они были оба неверующие, и она приняла, и он принял православие тогда, написано, не оставляй жену во время брака уже во время брака, да если он был уже верующий, крещеный, крещеный и женился на стекле а не на верке, брак должен быть все, ты потому что во грехе живешь а во грехе живешь, как в Царстве Божьем, нераскаянный, конечно потому что, говорит, только в Господь может войти где-то есть в Библии, я не знаю, что свою дочь кто-то поручил своему работнику, чтобы он проводил ее туда, где она может выбрать себе как бы жениха, и сказал вот все можно, только чтобы было наше, единственное что нельзя чтобы обязательно была наша вера или из нашего рода да ни на восстановление, ни на постройку храма ну вообще ни на восстановление иудейского народа перед глазами Божьими пока все мужи не разведутся со своими женами и причем не из всех детей все это отвергается ну вообще как представить, да, ученник шарик пришел представлять нечего я иду я иду я иду что? шарик пришел, шарик, собака ну человек же ну все, брат надо вот так брат, Вячеслав, все, можно, заканчивай да, да, это поставь 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 ее там вкусняшко да да достойно есть этого истину блажить дитя в отбору лицу пресмоблаженную и непорочную и матерь Бога нашего честнейшую веру им и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слово родшую сущую Богородицу тебя величаем Господь, Белосердие, мы благодарим Тебя за возможность собраться здесь благодарим Тебя за этот день благодарим Тебя за все за веру нашу истинную за возможность молиться Тебе Господи благослови наших братьев благослови нашего наставника укрепи его телесно, духовно Тебе Божий слава, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух на себя и на веки Аминь Аминь Шарик, 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 шарик идиот, шарик Таук, шарик Продолжение следует...